Наступление весны связано с одним из любимых праздников – Международным женским днём 8 марта. Впервые его отметили в России в 1913 году. Советское правительство в 1966 году женский день сделало праздником и нерабочим днём. Таким он остаётся и в настоящее время. В Ленинском районе стала доброй традицией приглашать прекрасных женщин в кинотеатр «Искра» не только для того, чтобы поздравить, но и подарить большой праздничный концерт. В этот день, когда состоялся праздничный концерт, светило солнышко и было ясное небо. И лица всех пришедших на районное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню, светились радостью. Праздник весны всегда прекрасен. Весёлое настроение, хорошая погода, много женских улыбок и всего самого прекрасного. Хорошее настроение должно быть у человека всегда, потому что весна, потому что впереди какие-то приятные вещи. Восьмое марта, тем более сейчас начинается весна, это две роды пробуждается, то есть уже сразу поднимается настроение. А Сергей Захаров, известный певец, очень популярный в советские времена, исполняя старинный русский романс, думается, в душе каждой женщины всколыхнул самое заветное. Глава района, поздравляя женщин, отметил, что этот праздник отмечен особым настроением, потому что именно в этот день сильная половина общества признаётся в любви, искренне желая женщинам всего самого доброго. Вы подаёте нам пример творческого подхода к любому делу, а мы восхищаемся вашим умением творчески подходить к решению самых сложных задач. Добросовестное, чёткое исполнение служебных обязанностей позволяет вам добиваться значительных результатов в своей профессии. В самых разных отраслях трудятся женщины, достигая профессионального мастерства. То дело, которым я занимаюсь, я не выбирала специально. Так сожилась жизнь. И ответственность, присущая женщине в построении семейного очага, в обеспечении его финансовой безопасности, она очень органично вписывается в профессию финансиста. Хотя труд это тяжёлый, но интересный, но ответственный. Мне приятно видеть результаты своей работы, тем более, когда ты работаешь для того города, для того района, в котором ты родился и живёшь, в котором живёт твоя семья. У меня трудовой стаж уже 42 года, но вот 22 года я отработала статистики. И вы знаете, что вот как будто нашла своё призвание. Я иду на работу, ну просто вот, ну не могу мыслить себя без этой работы. Вот очень мне нравится, потому что это общение с людьми. Потом это в курсе всех событий в районе. 30 с лишним лет работала в военном госпитале Петровском. Я как врач, я желаю всем женщинам в этот прекрасный весенний праздник. Главное – здоровье, счастье. Пусть всем вам сопутствует успех. Поменьше будет пусть ненасти, а побольше сладостных утех. Я желаю всем женщинам здоровья, добра, ну, наверное, банального. Голубого неба, свежего хлеба, чистой воды и никакой беды. Председатель Совета депутатов Олерий Венцель также поздравил женщин с праздником. Своими улыбками, своей принадлежностью, своей вот такой неутомимой энергией к работе нас подвигайте на новые подвиги. Трудолюбие, терпение, мудрость, любовь и нежность – качества, присущие женщине. Я прежде всего желаю нашим дорогим женщинам, девушкам, девочкам, чтобы они всегда стали женственными, красивыми, добрыми, наполненные счастьем. Праздник – это цветы, музыка, песни. Красивые девушки и парни из группы «Республика» своей молодостью и жизнерадостностью покорили зал. Не жать тут любви твоей, не забывай, любимый, песни нашей любви, помнишь всегда ее и пол. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Эта группа еще много популярных песен подарила видновчанкам. Артист Михаил Вашуков, частый гость города, веселил зал своими сатирическими куплетами. Так что гасите свет, нет недостатков, нечего вскрывать. Уже не первый год нам закрывают рот, осталось только петь и танцевать. Людмила Медведева и я, Адамия, Наталья Буслаева, Видное ТВ.